А какая вообще лучшая воронка? Потому что мы уже прием какую по счету? Не, ну, я же согласовала. Ну, еще же нету этого места. То, что сварщица не от слова сварщик, а от слова варить кофе. И вот тут вот так вот прекрасненько. Всем привет, мы находимся на литейной части. И сегодня я хочу вам показать 5 спешлти кофеен, которые расположились здесь, в литейном уфраге. Вообще заведения спешлти, они на протяжении последних лет 5-6 все больше и больше приобретают популярность. И в какой-то момент так произошло, что вот эти вот маленькие, как сейчас принято называть, крафтовые заведения вытеснили таких гигантов, как кофе-хаус, которые еще остались так точечно по гору, но их все меньше. Кофейную гамму, если кто-то из вас помнит. Ну, и легендарную идеальную чашку. То есть вот этот массовый продукт, он вытеснился крафтовым спешлти кофе. Я расскажу, что такое категория спешлти. Ну, а первое заведение я хочу вам показать. Возможно, кто-то из вас о нем знает. Совершенно неприметная дверь, которых на Литейном проспекте множество и нет вывески. И если вы не знаете об этой кофейне, вы в жизни не найдете. Пойдемте посмотрим. Мы с вами заходим в обычную парадную. Казалось бы, она не совсем отличная. Потому что здесь сделана настоящая кофейня. Вот тут прям зона, где можно отдохнуть. Плюс вы можете взять, например, чашечку кофе и подняться вон, как девчонки заседают себе на подоконнике. И здесь действительно, ну, наверное, эту кофейню можно отнести к категории микрокофеин, но при этом ребята делают обалденный горячий шоколад на шоколаде Amazing, про который я сейчас отдельно расскажу. И я думаю, что мы с вами его как раз-таки и возьмем. Я у тебя возьму волшебную карточку. И что-нибудь попробуем. Мне нравится брать горячий шоколад не в формате какао, да, то есть смешанное с молоком, а в формате такого короткого шота. Потому что так, на мой взгляд, лучше воспринимаешь вкус шоколада. Здрасте. А у вас шоколад есть сейчас? Можно шоколад? Здрасте, что? Копчёный чай тоже как мать. Я попробую себе. Ты хочешь? Да. Слышно-гречичный чай, либо овсяное печенье? Овсяное печенье? Да. Но он без кофеина, без тонизирующего эффекта, без хоколада. Вот. Вот здесь видите обжарщики. Это знаменитый восход. Это питерские обжарщики. Причем они поставляют и для гоча брю, и для других кофеин, которые мы сегодня увидим. Мне нравится очень вот эта штука. Я такое, кстати, впервые увидела именно в этой кофейне. Кофейный концентрат от Tasty Coffee. То есть, допустим, вы можете совершенно спокойно водой горячей разбавить или холодной, там, да, сейчас в жаркое время. Вот. Или, например, добавлять какие-то десерты. То есть, это прям вот концентрированный, качественный кофе. Ну, сварщица Екатерина знаменитая, про которую я тоже расскажу. И какао, и шоколадные плитки Amazing. Давайте, наверное, здесь посидим, подождем нашего шота. Потому что любой напиток, кофейный, так и шоколадный, требует времени приготовления. Как правило, его смешивают ручным блендером, да, либо со сливками, либо с горячим молоком. В нашем случае с водой. Готовится мой горячий шоколад. Я помню, я была на дегустации от Amazing Какао. И мы там пробовали различные варианты и горячего шоколада, и в виде плиток, и даже какао-бобы. И я вам хочу сказать, что это целое приключение. Потому что, когда ты пробуешь шоколад без вкусоароматических добавок, у тебя формируются совершенно другие вкусовые ощущения. А вон готов мой шоколад. А с ним можно на подоконнике? Да, можно. Можно? Сначала спрошу. Как вы считаете, стоит ли спрашивать? Прежде чем, да, стоит. И поэтому вчера мы заходили, или позавчера, была другая бариста, девушка я не помню. Я сказала, говорите, что мы потихонечку придем, заснимаем. Она говорит, что если потихонечку, то можно. Ну, надо чуть-чуть согласовать. Не, ну, я же согласовала. Ну, еще же нету этого бариста. Правильно? Ну, она сказала, что если вам не мешает другим посетителям, то пожалуйста. Ну, вот, можно было. Прости. Мы вот что-то тут делаем. Ну, хорошо, в следующий раз так спросим. Спасибо. Ну, что, мы поднимем сейчас с вами на подоконник. И вот тут вот так вот прекрасненько. Значит, что я хочу сказать по поводу этого шоколада. Amazing Какао – это ребята, которые вообще владеют собственными плантациями какао-бобов, и у них, они вообще первые в России, кто, так скажем, стал придерживаться технологии Bintubar, то есть от бобов до готовой плитки, да, то есть все процессы производства, выращивания какао-бобов до вот готового напитка или какао-плитки, они отслеживают сами, поэтому они выиграли там всевозможные награды, и, кстати, вот это единственный бренд, который в России получил National Chocolate Awards награду, и что я хотела сказать, что действительно, ты когда пробуешь, во-первых, я вам рекомендую попробовать именно этот шоколад, это никогда не сравнится с тем, там, не знаю, какао, ничего не имею, просто против Красного Октября, это никогда не сравнится с тем, там, обычным какао, Несвиком, которым мы с вами привыкли с детства, потому что это вот прям вот все нотки натуральных какао-бобов, то есть здесь чувствуется и чернослив, и банан можно уловить, и вот какая-то кислинка, изюм, то есть здесь все намешано, и при этом мне нравится, что когда ты не добавляешь молоко, у тебя ничего не перебивает, и у тебя вот это вот, вот этой вот нету, знаете, как бы пленки послевкусия на языке, которая оставляет молоко. Вот такая вот микро кофейня, тем, кто не был, крайне рекомендую, особенно, конечно, уютно зимой, когда ты так замерз, замерз, и вот чашечку горячего шоколада, особенно мне нравится от Amazing Какао, у них есть еще шоколад Glintwain, тоже в виде горячего можно, ну или в виде плитки, то есть еще в чем концепт, любую плитку, которую вы видите, вы ее можете заказать в виде горячего шоколада, вот, вот, и все те же самые дескрипторы, это ужасное слово я сейчас произнесла, вы почувствуете, да, которые были в плитке. Что такое дескрипторы? Дескрипторы – это нюансы вкусоароматические, которые вы чувствуете, дегустируя что-либо. Ну, в частности, кто-то передал привет. В частности, например, кофейные дегустаторы их могут использовать, я уверена, что и винные дегустаторы, и, в частности, дегустации шоколада тоже используют эту терминологию, и это очень интересно. Дело в том, что вот ребята, про которых я сказала, Amazing Какао, они никогда, то есть ни в одну плитку, у них очень много разновидностей шоколада, они никогда не добавляют дополнительные какие-то искусственные добавки, потому что изначально, когда они ездили по Латинской Америке, а они туда на целый месяц поехали, чтобы выбрать, давай здесь перейдем, чтобы выбрать наиболее насыщенные, интересные какао-бобы, потому что сортов их тоже там десятки, если не сотни, и, соответственно, они выбрали наиболее интересные, чтобы как бы вот у вас выпадает кусочек шоколада в рот, и вы прочувствуете вот эти вот тонкие нюансы, то есть инжира, банана, где-то даже травянистые, цветочные, кофейные, ореховые нюансы, и они как бы не в лоб, да, как вот, например, в плитках таких как, ну не хочу никого обидеть, не знаю, там сникерс, милка, там еще и так далее, пересахаренные, а они очень тоненькие, и вам нужно их уловить. Мы пришли еще в одну кофейню, я пару слов расскажу, она очень тоже маленькая, чтобы не смущать народ, что в таких заведениях, как правило, люди любят там за ноутбуком поработать или просто мега-интроверты посидеть в тишине, это Люди Кофе, у них есть еще пара филиалов в центре, и вот здесь вот на Басковом переулке они открылись. Честно вам признаюсь, то есть в Гоча Брю я там много чего пробовала, Люди Кофе ничего только заходило, поэтому я думаю, что мы возьмем сейчас с вами Flat White, это один из моих любимых напитков, потому что я капучино не очень люблю, а вот Flat White предпочитаю. Дай мне, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. А можно один Flat? С собой здесь? С собой. Угу. У них тут и прикольные завтраки. То есть такие, вполне себе можно позавтракать греча и всякие там скрэмблы, гранолы. И вот это вот еще мне нравится. У них такая штучка, они комбучу продают, авторскую. Я не большой любитель комбучи, это напиток настоянный на грибе. Как, знаете, у нас бабушки там в детстве делали такой банк трехлитровый, там какой-то гриб плавает. Ну это, конечно, немножко другое, но принцип тот же. А вот здесь-то еще это, да, что-то увидела. Ну вот, собственно, они, по-моему, у них обжарка, обжарщики Blumenbrew. Вот этих, кстати, ребят, я еще не видела. Ну сейчас в пожаренном Москве написано. Сейчас испробую. Да, спасибо большое. Вот какие приятные люди, кстати, хочу заметить. Давай тут сядем. Мне очень нравятся у них вот эти вот стульчики, знаешь, мне напоминают такой, как будто в походе где-то. Это, знаешь, поход для бедных. Вот кто не может себе позволить поход и, в принципе, уехать надолго в силу графика горящей попы, то вот пожалуйста. Не хватает комаров и этого вонючего запаха брызгалки. Вот, значит, Flat White. Конечно, я больше люблю пить из обычных стаканчиков, точнее, да, из фарфора. Показатель хорошего Flat White, ну это как бы то, что видно пока что на первый взгляд. Это гладкая, глянцевая называется пенка. Чем отличается Flat White от других молочных напитков? Сейчас попробую. Вполне себе. Значит, Flat White в отличие от капучино, потому что здесь тоже присутствует молочная пенка. То есть капучино у нас один шот эспрессо, да, и там большее количество молока. И молочная пена составляет, ну там в процентном соотношении, да, она где-то там процентов 15 условно. Ну по толщине она должна составлять там, не знаю, от полутора до двух иногда даже сантиметров. Flat White здесь два шота эспрессо. То есть если вам не нравится слишком молочный вкус, вот я, например, не очень люблю в целом и молоко, и вообще когда в кофе преобладается это молоко. Поэтому Рафы, знаете, там с сиропчиками, это вообще не для меня. Вот. То вы берете Flat White, потому что здесь два шота эспрессо, примерно молока процентов. Не обижайтесь на меня, сейчас кофейные эксперты, потому что я в этом деле как бы профан, я просто очень люблю кофе. Вот, поэтому если я сейчас скажу какой-то не тот процентаж, то можете меня исправить. Процентов 20-30 молока, и соответственно молочная пенка она тоже есть, она присутствует, но она вот такая вот тоненькая. Хороший показатель также, когда она не очень быстро тает. Ну вот сколько я уже тут болтаю, она еще пока не очень сильно растаяла, то есть она остается на месте. Опять же, не будучи экспертом, ты никогда не отличишь, прям знаете, так экспертно. Один там Flat White от другого. Просто я очень много где их пробовала, и для меня очень важно, чтобы сохранялась легкая и горечь, но чтобы она не переходила совсем в горечь, которая уже является дефектом продукта. Она такая должна быть неуловимая. Потому что бывает чрезмерно мягкий Flat White, который ходит больше совсем в капучино, в молочную историю. Тоже очень часто с этим сталкивалась. Это вот немножечко не мое, а вот это вот вполне. То есть какие там обжарщики у нас были, Blumen Brew, надо запомнить, да? Какие-то московские ребятки. Да. Ну ты, наверное, молоко не очень любишь, да, в целом. Мне сегодня помогает прекрасная особа, вот, Анастасия. Поэтому она у нас не очень уважает молоко. Но что скажешь, Ась? Ну в целом, да, то есть даже учитывая, что ты не фанат как бы. Но я почему его люблю, я просто расскажу свою предысторию. Я в принципе... То есть для меня кофе началось когда-то там просто с капучино и со всякими сиропчиками. Потом я очень долгий период пила просто американо. То есть, да, это... Конечно, да, сейчас-то даже смешно звучит, учитывая сколько у нас по городу спешлти, что ты там из машинки Philips дома делаешь себе американо. Ну, вполне себе нормально. Вот. То есть американо ни в коем случае не с сахаром. Вообще сахар с кофе это для меня, знаете, вообще тошнотное какое-то вот сочетание. Без сахара, без молока. Крайне редко раз в год там я могла себе добавить сливок. И вот сравнительно недавно, год назад, то есть я думала всегда, что Flat White это наоборот типа Рафа, потому что у него казалось по названию, белый, все, сразу нет. А оказалось, что нет, здесь два шота эспрессо. Придумал его когда-то новозеландский барист, который, это было еще, по-моему, 80-е годы, в Новой Зеландии. Он экспериментировал со способами приготовления кофе, и он решил вот наряду там с привычной капучино, американо добавить два шота эспрессо. Всем понравилось потом этот плоский белый, что в переводе, да, в Flat White. Он, значит, распространился по Новой Зеландии, по Британии, ну и теперь, собственно, по России. Мы с тобой пойдем, наверное, дальше. Конечно, учитывая, что сегодня предстоит не одна дегустация, может пошаливать в конце сердечко. Но ничего страшного, мы и не такое пивали и видали. На Басков сейчас, простите, Басков. Сейчас у меня бы один человек не погладил бы по головке. Я говорю о нашем коллеге, который здесь где-то живет, но я не помню, разумеется, где он живет. Здесь немножечко небольшой фтоп. Мне нравится вот этот, ну не то, что мне он нравится, но он, собственно, так стоит здесь особняком. Это, разумеется, как вы понимаете, по архитектуре не какое-то историческое здание, это новый отдел. И это комплекс под названием «Русский мир». «Русский мир». Если определить его стилистику, по крайней мере, то, что заявляет застройщик, да, и то, что он здесь хотел изобразить, это такой русский стиль с элементами вот русского терема. Особенно если посмотреть на крыши, то есть, да, щипцы и барельефные украшения там в виде каких-то петушков и так далее, то, ну, вполне себе, я бы все-таки сказала, что это русский терем с налетом английского замка. Днем он, ну, тоже красиво смотрится, но не так эффектно, как вечером, когда он просто весь подсвечен. Создается двоякое ощущение. Либо это английский замок, либо это отель какой-нибудь пятизвездочный в где-нибудь Египте. Потому что они любят стилизовать свои отели вот в таком облище. Так вот, продолжая тему спешлти кофеин, когда мы говорим спешлти, да, он уже только ленивый не кидается этим термином. Спешлти кофе, это определенный класс кофе, который присуждается далеко не всем сортам, вы понимаете, и не всем лотам. Значит, с какого-то периода примерно 10% из всей собираемой, да, арабики, а именно арабику оценивают, то есть сорт робуста, он вообще не идет, как бы, да, как спешлти. И кофейные смеси, разумеется, тоже, только арабика. Вот, с какого-то момента примерно 10% начали присваивать класс определенный. При этом они оценивают кофейные лоты по целому регламенту критериев. Там, если посмотреть эти листы, там вот такие вот списки, более того, тестируют их специальные дегустаторы, которые именуются кьюгрейдерами. Причем, чтобы стать кьюгрейдером, ты, извини, должен сдать 20 экзаменов сложнейших, только после этого, есть у нас институт кофе, да, вот. Вот, ты сдаешь 20 экзаменов, после этого, если ты их сдал, получаешь все-таки квалификацию кьюгрейдера, и ты имеешь право оценивать кофе и присуждать классы. Там оценивается все, то есть, ну, оценивается именно не готовый напиток, а зерно. Вот это вот важно понимать, причем до обжарки, то есть это называется зеленый кофе. И категорию спешлти присваивают кофе, который наберут 80, 80 плюс баллов, то есть хотя бы от 80 и выше. То есть все, что идет ниже, это уже не класс спешлти. Но поскольку спешлти кофеин появляется все больше и больше, и обжарщиков, и тому подобное, то сейчас уже стремятся этот класс повышать. То есть уже даже, так скажем, 80, это уже стало привычным для нас напитком, как бы якобы ничего такого, и вот чем он выше, тем лучше. Ну, понимаете, здесь мы должны как бы для себя четко усвоить одну вещь, что, а мы сейчас вот сюда с тобой идем, что это все примочки профессионалов больше. Потому что для большего, подавляющего числа обывателей, кофейной, ну, даже для меня там, да, пока я не углубилась побольше в эту тему, ну, ты взял кофе и взял. То есть и тебе вкусно, и вкусно. То есть ты не будешь там выискивать эти там дескрипторы, что там это более горькие. Здесь, значит, тело пыльное, плотное, а тут тело легкое и так далее. Потому что, оказывается, у тела, у кофе тоже есть тело, представляете, оно может быть тоже легким, плотным, пыльным и так далее, бренным, не знаю. Я думаю, этот флэтик-то мы выкинем, наверное, потому что нам предстоит легендарное место Астер, куда по утрам бывает абсолютно не попасть. Давай пока прервемся, я найду мусорку. Немножечко потемнело. Такое бывает, когда пьешь много кофе, в глазах чуть-чуть рябит, темнеет. Так, очередное культовое заведение, куда мы сейчас зайдем, это Астер, и тут по утрам реально очереди на завтраки. Вот, чизкейк, он немножечко... А, вот он, это просто великолепный. Вот настолько я не очень люблю чизкейки, но вот он просто выше всяких похвалов. Так, и мы возьмем, наверное, какую-нибудь воронку. Я люблю сухую обжарку, поэтому, я думаю, мы возьмем Руанду и попробуем. Вот из-за этого я еще не пробовала. У них тут в дескрипторе описано груша, фиалка, крыжовник, я думаю, возьмем ее. Вот. Что касается чизкейка. Значит, если вы также не очень любите чизкейк, как и я, то попробуйте как-нибудь баскский чизкейк, потому что он, вот знаете, правильной консистенции, такой, как будто бы немножечко даже напоминает сметану. Его подают с вареньем, и плюс у них еще свой хлеб. Так, там не снимаю, что это. Да, да, да. Здравствуйте. А будьте добры воронку, Руанда. Да, с собой. А на террасе можно подождать будет ее? А, я хочу взять водичку. Я возьму водичку. Потому что, когда вы видите воду в кофейе, это не случайно. Это не значит, что вы должны сесть и запить весь кофейный вкус, да, который вы получили, все это удовольствие водой, что у вас ничего не останется во рту. А вы должны, во-первых, перед дегустацией кофе сначала сделать глоточек, потом сделать глоток кофе, и желательно между вот такими порционными глотками чуть-чуть смачивать полосыта водой. Потому что все рецепторы нужно как бы очищать, да, а то некоторые люди думают, что вот они выпили эспрессо, им нужно вот эту борщ красивую с языка убрать, они так маханули и пошли. Значит, Астер – это заведение, которое открыл владелец, совладелец Ронни. Ронни Бестро – это одно из лучших заведений, где подают, пожалуй, самый лучший рамен. Вот, я, потому что тоже фанат рамена, и если вы его тоже любите, то рекомендую. Ронни находится в Новой Голландии, и там какой-то бульон сумасшедший, который они вываривают что-то не 20 часов, вот. Потом они пригласили чемпионку, которая там оценивает сорта кофе и именно дает классификацию, да, вот этим кофейным лотом. Плюс здесь уникальная пекарня, они делают собственный хлеб. На закваске он называется тортин, у французского тортину – тост. И, как говорит сам кондитер, он, если не 35 часов, тратит на вот эту вот закваску великолепного фермерского тортин. Так, принесли нам нашу вороночку. Сейчас мы ее изопьем. Пойдемте на следующей кофейне. Значит, что я хочу сказать вам, дорогие друзья. Во-первых, воронка, да, это альтернативный метод заваривания кофе, потому что есть привычные нам, как американо и эспрессо. Хотя когда-то итальянцы считали американо, который, да, внесли американцы после Второй мировой войны, когда они путешествовали по... Ну, как путешествовали? Приехали в страны Европы, в частности, в Италию. Им показался эспрессо слишком крепким. Они его разводили кипятком. Так вот, итальянцам показалось это надругательством, над священным напитком, эспрессо, который нельзя, его нужно пить вот таким вот, какой он есть. Но я к чему? Что есть традиционные методы заваривания кофе, а есть вот альтернативные, в частности, фильтры, воронка. Ну, это просто разные, да, названия. Когда вы встретите там Харио, В60, это, по сути, все альтернативные методы, то есть не методом эспрессо. Вот так вот. Что касается этого кофе, да, давайте я более, так сказать, пристально прислушиваюсь к тому, что какие здесь вкусовые ощущения. Во-первых, почему я выбрала сухую обработку, да, вы видели, что там куча непонятных для обывателя кофейного слов, мытая, анаэробик, сухая. Так вот, сухая обработка зерен считается априори более сладкой. Я расскажу сейчас в паре слов буквально, что дает та или иная обработка зерен. Дело в том, что когда кофейные ягоды собирают, а, между прочим, да, кто не знал, кофе – это изначально его вид, это ягоды, поэтому то, что мы сейчас с вами пьем, вот, кстати, ну, оцените это, это, опа, это компотик, по сути, да, или как, заваренный компотик. Это ягоды. Это не то, что какие-то зерна, они там растут, не знаю, в земле или просто где-то там на дереве висят. Возможно, для кого-то эта информация не нова, но, так скажем, это ягода, которая имеет несколько слоев, и внутри кофейное зерно, которое потом обжаривают. Так вот, есть несколько методов обработки, собственно, первоначального сырья, зерна. Сухая обработка заключается в том, что ягоды высушивают буквально, они так и называются, на кроватях. На больших кроватях высушивают их порядка, там, недель-трех. И дело в том, что сухая обработка называется также еще натуральной, потому что, да, тут как бы ничего не добавляется извне. Ягода имеет внутри сахара, то есть в составе много сахара, каких-то других еще микроэлементов полезных. И вот эти сахара, они проникают в зерно, то есть они передают свою сладость кофейному зерну. И поэтому исходный продукт, исходный напиток, он у вас будет иметь какие-то сладкие нотки. Это не значит, что он будет, прямо вот мы сейчас представили, что он будет сладким, потому что я пью, я не чувствую никакой сладости, по сути. Но какие-то легкие намеки, здесь, понимаете, тренируется, это не сказать насмотренность, но как, айс, напробованность. Да, заявлены были следующие вкусовые нюансы, крыжовник, что там, инжир, шоколад, ну, в общем, если вы, например, что-то перед этим другое пили, и у вас, да, там нечистое, нечистое сейчас восприятие, прямо ярко этих дескрипторов вы не почувствуете. Ась, вот, кстати, и спей, потому что ты у нас ценитель правильного альтернативного заваривания. Вот что скажешь? Это уже неплохо. Это уже неплохо, да? Ну, опять же, это не лучшая воронка, но... А какая вообще лучшая воронка? Потому что мы уже прям какую по счету... Это лучше, чем воронка. Лучшая, да? Потому что мы как-то с Сасей пили... Руанда, по-моему, там была, да? И она была чуть-чуть более кисловато, а... И это? Угу. У нас нет времени, знаете ли. У меня и так уже легкая тахикардия, вот тут потрясывает уже, потому что, честно говоря, в таких количествах... А вечер уже у нас поздний, я не знаю, как я буду сегодня спать. Так вот, ну, это для ценителей, потому что есть в кофе определенные дескрипторы, помните, да, мы их уже упоминали в шоколаде. И здесь нужно понимать то, что если заявлено в описании крыжовник, груша, гуава, это не значит, что вы сейчас... Как бы... Вы сделаете глоток, и что у вас прям яркая какая-то гуава или манго проявится, или шоколад. Нет. Это... Ой, это полутона, которые едва-едва ощутили, и я считаю, даже очень полезно дегустировать именно такие сложные напитки. У тебя формируются новые нейронные связи на более тонкие вещи. Вот. Мы на самом деле уже пришли к следующей кофейне, смена. Эти ребята есть в Москве, насколько я знаю. И нам нужно здесь еще кое-что дегустировать. Ты готова? Или сердечко пошаливает? Мы еще это не допили. Если бы у нас была сейчас большая компания, то хотела бы на всех. Но 320 рублей, ребята, мне жалко это выкидывать. Я жму. Как вкусно. Когда я сказала 320 рублей, кофе приобрел много новых оттенков. Я предлагаю пока это не выбрасывать, пойдем в смену и возьмем там что-нибудь новенькое. Снова здравствуйте. Нам бы что-нибудь холодненького. А вы пьете тут холодное, а там горячее. Мы странные люди. Только вот думаю, что вот есть помимо cold brew может что-нибудь давайте приготовим лимонад из розовой воды моего аккордео питоника. Но это не кофейные эти. А вот хотелось бы мы именно видите. выпейте питоник со свородиной и маракуйей. Ну давайте, да, что-то такое нормальное. потому что чего-то горького опять же по второму кругу не очень хочется. Потому что хочется вот это вот спесь сбить, горечь сбить. Так, что касается кстати обжарщиков. Ну тоже здесь по классике жанра восход это питерские обжарщики замечательные. Вот это есть уход Ижевск. По-моему кто-то из блогеров то ли варламов. Он целый фильм снял как он ездил к ним на производство и это просто вот они делают наилучший на мой взгляд контент по спешлоте кофе. И конечно же сварщица Екатерина замечательная. Я когда вижу это название мне всегда казалось там сидит какая-то реально сварщица в маске. Во-первых начнем с того что сварщица не от слова сварщик но от слова варить кофе. Но там никакой Екатерины владелец этого бренда это Дмитрий Бородай такой парень который тоже начинал с нуля с бариста и дошел до открытия собственного производства. Спасибо. Перемешайте кстати очень вкусно тебе не понравится потому что не фанат сладких но мне прям понравилось а я сейчас получается два кофе буду нести не очень тебе не очень до свидания вот слушай ну чё астер пока-пока ему или как или или ты или вы желаете допить пароночку вам еще на сегодня недостаточно кофе от сердца отрываю от сердца отрываю так я еще никогда конечно не транжирила кофе что это он мне сделал cold brew и то есть кофе смешанный с каким-то что это было какой-то смородиновый кардиал а кофе тоник в общем а-ля кофейный лимонад чуть-чуть со смородиной уж насколько я не любитель лимонадов очень приятная штука в такую жару которая сейчас у нас сейчас где-то градусов 27 самое то и после постоянной горечи вот этих воронок так и хочется чего-то другого выпить так вот заканчивая да тему про сварщицу владелец этого бренда Дмитрий Бородай он тоже он не из Петербурга я сейчас не вспомню откуда он очень долго работал и бариста и вообще изучал тему обжарки и когда они работали там с такими тоже украинскими ребятами в Днепропетровске где-то там как он говорит опаньки что там за поцелуйчик зацепил вот пойдем в хроники они там увидели значит он говорит в каком-то захолустье то есть как выглядела тогда обжарка зима и стоит какая-то девушка в тулупе такой суровый край и значит жарит там все одна и ее звали Екатерина и она говорит настолько меня вдохновила она что вот он уже постфактум когда у него было свое производство назвал свой бренд так сварщица Екатерина а я это всю жизнь представляла что это какая-то Екатерина такая вот она хваткая она сама открыла этот бизнес и даже немножечко разочаровалась оказалось что это просто имя ну что а мы пришли к Скуратову Скуратов это сеть Виктор Скуратов это владелец сети кофеин с одноименным именем Скуратов из Омска причем тоже это вот та история когда человек прошел путь с нуля от бариста каких-то таких сетевых рассчитанных на массовый продукт кофейнях типа там кофе хаус и там и же с ними и дошел до открытия собственной сети кофеин и более того до собственных цехов обжарки вот с этим мне не хочется расставаться здесь конечно прекрасно когда есть человек который готов для себя допить смородиного кофейный лимонад у скуратова целая сеть то есть у него свой обжарочный цех причем у них есть еще фишечка которую я больше не видела нигде это нитро кофе кто из вас не пробовал крайне рекомендую особенно в жару это газированный кофе то есть это такой кофе сделанный в сифоне как лимонады делают получается такой кофейный привкус и небольшая газация что ли на языке чувствуется единственное что мы сейчас с тобой сладкое брали да тут есть нитроклассический то есть он будет вообще без сахара по сути типа флетлайт газированный либо мы можем взять с клюквы его как тебе такое затея а тебе все равно ты все равно не любишь сладкие напитки вот поэтому мы возьмем наверное с клюквой как-то раз я его уже здесь пробовала и мне он еще понравился вот а ну пока здесь ребята стоят мы посмотрим у них вот эти их видишь у них все здесь то есть это уже не коллаборация с какими-то сторонними обжарщиками а это их личная личная обжарка причем казалось бы обжарка и обжарка пожарил копья там целый ряд критериев то есть должны совпадать климатические условия в помещении там ни в коем случае нельзя пережарить потому что пережаренные зерна в исходном уже продукте это крайне плохо отражается на вкусе и это дает дефекты вкусовых ощущений вот и соответственно здесь еще дрипы дрипы это очень замечательная история для тех кто не хочет например покупать зерно а просто хочет дома там сесть с кружечкой да в дорогу или там кто в офисе у кого там нет возможности ну где-то качественный кофе купить кто не хочет печь там сублемированный или что-то разводное а мы купили дрип залили горячей водой и все у вас замечательный кофе ну это кстати ты хочешь какой-нибудь у нас еще впереди ждет кондейтерская поэтому я не советую здесь хотя я очень люблю вот один один из моих любимых десертов которые я наблюдаю практически в каждой кофейне это канели здравствуйте а будьте добры нитро с клюквой здесь с собой давайте давайте с собой всего доброго элина кстати это дружественный сервис и я когда смотрю нитро и буквально 3 4 минуты для вас окей спасибо так не присесть ли нам где-нибудь а кстати давай посмотрим залы их потому что здесь есть целый рай для фрилансеров тут еще есть такой зайчик где можно посидеть с ноутбуком пожалуйста там мы не будем сидеть да там куча людей которые заливли в ноутбуке вот не примену конечно попить воды потому что не забывайте о том что если вы любитель кофе как и я то вам придется к сожалению пить много воды потому что и сушивает капитально кстати почему кофе так сушит дело в том что в кофе содержатся натуральные масла и как бы продукты распада ну вот при обжарке такие как бы частицы которые которые немножечко забирают влагу поглощают то есть влагопоглотители поэтому при глотке кофе особенно если вы пьете крепкий вариант эспрессо или американо или воронка фильтр то у вас всегда ощущение сухости поэтому вам обязательно нужно совмещать это с водой создание нашего нитром кофе добавляют сиропу там у них стоит сифончик как я понимаю с надписью сода причем мне очень понравился здесь концепт я когда первый раз сюда пришла я вообще не знала что это за напиток и я даже особо не простила но мне бариста сама точнее предложила попробовать я впервые вижу этот концепт что в кофе спасибо большое нет спасибо да ась я в тебя пошла понимаешь просто моя подруга она ее фишка обливаться как бы видимо с кем поведешься оттого и забеременеешь бодрит слушай надо сказать что спасибо и вам ой ребятушки конечно столько кофе но я наверное сейчас марафон пробегу так на пойдем сюда ой 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 я даже не знаю как вам это описать знаете на что это похоже как бы кофейный вкус приятный сливочный тут такая шапка неплохая как у пива такого хорошего кремовая шапка чуть-чуть вкус вот таких вот как бы напитков ферментированных типа кваса да камбучи но он такой не навязчивый а вот дающий жжет жжет язык чуть-чуть вот и конечно клюква она так тоже она на полутонах потому что весь сироп он здесь осел но вот опять же я повторюсь насколько я не люблю лимонадную тему что это у нас за дискотека тут началась а ну это свадебный банкет а а почему ты не ходишь под группу комбинации потанцевать спешлти спешлти а а а а года то мы рождения какого ладно эта история умалчивает в общем возвращаясь к Скуратову крайне рекомендую то есть вот не ограничивайте себя пожалуйста рафами на сиропчиках или капучинами а вот возьмите ради интереса а что ты-то дорогая моя попробуй спробуй просто просто прекрасно это знаете как что-нибудь идешь короче нахваливаешь нахваливаешь и думаю ну так блин мне сейчас вспоминается история с одной моей подругой институтской мы с ней как-то зашли в один из бутиков парфюмерных на пироградской стороне значит там такое все в черном бархате там значит какие-то нишевые парфюмерия просто которые там тиражом выпускаются 30 флакончиков а у меня подруга она просто мой оператор цепляет дорожные знаки вроде кофе били а не что-то другое вот это просто был день значит мы заходим а мы были после корпоратива моего там спортивного такие полупотные в спортивной одежде я бы в жизни не зашла у меня подруга очень простая на этот счет то есть я вот даже завидую таким людям которым вообще все равно с грязным хвостом вот здесь и мы заходим а там такая ну девушка консультант кстати отдаю должное нормально без без так сказать отвращения на нас посмотрела и там что вам что-нибудь показать и моя подруга говорит ну мне пожалуйста покажите самые дорогие духи я просто я я уже меня уже в краску вогнала это все я там ушла в другое конец этого магазина стою лишь бы меня не было видно а моя подруга я на этом показывать я смотрю там тысяч за сто какой-то малюсенький флакончик бриллиантовой упаковки вот это все вот и моя подруга просто стоя в этих обтягивающих трениках грязных и так далее такая такая ну так вот сейчас мне это напомнило что я описываю здесь вот эти прекрасные дескрипторы и моя уже другая великолепная подруга такая хрень а я поняла то есть ты уже такой ценитель который вот эти вот знаешь игрушки да не любит то есть ты любишь что-то такое классическое качественное тонкое но это хорошо это значит вкус более уже развит а мне еще немножко ну серьезно ну понимаете да ну хотя слушай особой сладости вот по сравнению с тем что мы брали с тобой до этого здесь она очень сглажена ну вкусовщина да опять же поэтому ну друзья мои вам остается только тестировать самим вкусно мне кажется я уже наелась вот этим кстати этот концепт же ну он не новый да когда мы пишем имя покупателя на стаканчике потом там чей-то кофе вспоминаете да у кого это было у старбукса но иных уж нет от тебя долечь как говорится а мы пришли с вами подсладить подсладить немножечко сегодняшнюю ситуацию это кондитерская зоя я миллион раз проходила по родищеву я часто видела этот кружочек и думала что такое что тут такое оказалось какие-то просто великолепнейшие божественные булочки ну в общем сейчас все сами мы увидим ух ты какой хлеб вот это наверное картин как тартин слушай у меня вот такого бы хлеба все можно неделю не ходить в магазин но мы уже пришли к вечеру я так смотрю что мало что осталось чтобы нам такого взять не можно конечно посмотреть по меню тут есть эти завтраки прекрасные и и и и а десерты у них здесь не обозначено видимо только на витрине да их можно убирать ну как мы понимаем к вечеру все разобрано значит заведение прекрасно здравствуйте а подскажите только то что на витрине да из десерта уже остается ага поняла а вот в этом арахисовом печенье есть какая-нибудь начиночка внутри типа жидкий центр а вот тогда вот его ну да хотя если 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 можно мы куда-нибудь наверное усядем а ну все тогда точно с собой я могу в конверте для вас да что вечер это самое спасибо лучшее время чтобы спасибо что поесть десерт они работают до 7 но стульчики то еще есть правильно правильно я почему так на картошку реагирует потому что картошка ну в классическом исполнении это мой любимый десерт с детства только не та картошка которую знаем мы сейчас большинство из нас которая внутри шоколадная вот это я не люблю ты поняла чем я господи это я первый раз жизни вижу человека который меня понял значит в моем детстве в моем нормальном детстве на крайнем севере продавали картошку которая была внутри белая да вот больше я такую особо не замечательно ну сейчас испробуем что-то я не чувствую запаха может у меня ковид не чувствую просто безе слушай ну не переслащено я так понимаю что это возможно там не лучшая экспозиция еще что я чавкаю но мне очень нравится арахисовый вкус то есть настоящая арахисовая паста да которая классически ее в нее же не добавляют там сахара соль лучше есть чистом виде и тут вот чуть-чуть буквально сахара вот такой знаете питательный десерт в котором можно наесть потому что арахис очень калорийный ну и все вот такие ты зря меня так близко снимаешь подстава хочешь попробовать ну ну признаемся я конечно люблю такие ну как тебе ну нет ну согласись ты ведь не любишь сладкое не очень не очень даже я бы сказала здесь присутствует соль но говорить больше да или нет вот этому десерту скорее больше да но я бы его больше в первой половине дня рекомендовала потому что извините меня в 7 вечера ты это съел такой как бы не для плоских животов дорогие мои друзья поэтому запить это очень прекрасно моим нитро кофе можно обложилось сегодня кофе ну я надеюсь меня не будет штырить до 3 часов ночи ну хотя может и будет а что сейчас белые ночи может как мы сейчас как пройдемся вдоль по питерской так и застрянем на этом все дорогие друзья ссылочки на мои социальные сети у вас будут внизу до новых встреч пока